Межрегиональное сотрудничество Спасибо за вопрос. Я сначала хотел бы сказать о том, что действительно, несмотря на то, что ШОС достаточно молодая международная организация, она очень гибкая и адаптивная по своей структуре. Поэтому, конечно, те основные документы, которые послужили основой начала деятельности ШОС, это хартия, они остаются актуальными до сих пор. Но внутри них, за счет постоянной работы национальных координаторов, постоянной работы структур, заседаний глав правительств, глав государств, стран-членов ШОС, постоянно совещаний министров, заседаний правления делового совета, происходит изменение, которое воспринимает себя как губка, то, что нужно сейчас для развития эффективного экономического взаимодействия. Мы с вами пережили и пандемию, мы с вами пережили и сегодняшние неблагоприятные ситуации, но, тем не менее, бизнес, он всегда ищет какие-то пути сотрудничества. Поэтому, конечно, в рамках ШОС, в рамках его структур рождаются какие-то новые предложения. И это очень ясно видно на примере совещания глав правительств, глав государств, которые дают возможность не только задавать тренды экономического сотрудничества, но и поддерживают те ростки нового, которые возникают на территории стран-членов ШОС в ходе решения экономических проблем, выполнения экономических задач. В частности, мы говорим о том, что большое внимание сейчас уделяется сотрудничеству регионов. В 2019 году специальным решением глав государств была создана такая структура, как фонд регионов стран-членов ШОС. Естественно, потом у нас пандемия ворвалась в деятельность организации, но сейчас это все дело реанимируется. И все национальные части делового совета стран ШОС, секретариат стран ШОС, совещания министров внешнеэкономической торговой деятельности стран ШОС, они говорят о том, что необходимо восстанавливать те цепочки, ту взаимосвязь, которая была очень хорошо развита до пандемии, наращивать ее за счет применения цифровых технологий, в частности электронной коммерции, электронной торговли, и развивать для получения большего синергетического эффекта. То есть вопрос идет о том, что действительно синергия, совместная деятельность, она становится таким трендом, который очень нужен организации, а базой этого тренда именно становится инициатива регионов. То есть в регионах, как в составных частях экономики всех стран, очень четко видно, какие у них запросы, какие у них видения будущего, в чем у них заинтересованность, на что они обращают больше внимания, на что меньше, что им необходимо для того, чтобы каждый регион становился самостоятельной единицей, и каждый регион становился экономически, скажем так, богатым регионом. И что очень интересно в рамках работы на этом уровне и с регионами Индии, и с регионами Пакистана, Китая, Российской Федерации, Казахстана, они понимают, что нужно действительно формировать предмет работы. То есть не просто говорить о том, что вот наше самое лучшее, давайте использовать только наше. А они смотрят, что есть хорошего у соседей, они предлагают какую-то свою адаптивную систему взаимодействия, и уже настрой идет на то, чтобы работать вместе. Вот это самое главное. Ну а какие задачи вы ставите перед собой на полях Международной недели бизнеса? Ну, прежде всего, конечно, УФА – это уже некий тренд в рамках деятельности Делового Совета ШОС. То есть мы здесь давно, у нас есть хорошая история успеха, у нас есть хорошая история проектной деятельности, и мы хотим ее продолжать, потому что сейчас наша задача, как секретариата Делового Совета ШОС, как структура ШОС – это давать возможность малому и среднему бизнесу через представление своей продукции, через создание специализированных площадок, площадок, на которые бизнесмен мог бы понять, какой продукт сейчас в тренде, какой продукт был бы интересен ему, причем, выходя на площадки ШОС, Делового Совета ШОС, он получает информацию не в рамках одной или двух стран, а в рамках почти 30 стран, потому что там есть и страны-члены ШОС, их сейчас в 9, будет 10, мы надеемся, в следующем году Белоруссия войдет, и страны-наблюдатели, партнеры по диалогу, и страны, особенно это очень сейчас нам интересно, которые понимают, что шанхайский дух – это равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, учет интересов друг друга, интересен и бизнесу, и поэтому страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, они с интересом смотрят на то, как развивается бизнес-процесс на территории стран-членов ШОС, с тем, чтобы либо найти партнера для производства какой-то продукции, либо включиться в какой-то проект, который существует уже, и вывести его на свою территорию вместе со странами ШОС, либо, может быть, задать какой-то свой новый тренд, который они считают для ШОС был бы очень интересен. Поэтому задача как раз секретариата делового совета в том, чтобы предоставить такую возможность, и мы ее предоставляем. То есть у нас есть сейчас предложение конкретное от крупных китайских компаний по работе в системе электронной торговли, есть предложение компаний, в том числе расположенных в Большой Ахтастане по развитию цифровых технологий, и все это проектное сотрудничество, которое поддерживает или процесс, у которого оказывается действие деловой совет ШОС. Ну, помимо тех трендов, о которых вы говорите, планируются ли какие-то, и мер, о которых вы рассказали, будут ли задаваться какие-то еще новые площадки, и, возможно, сейчас разрабатываются какие-то, ну, так скажем, механизмы новые для межрегионального взаимодействия? Мы действительно говорим о том, что система, которая была создана 10 лет назад, даже больше, в 2006 году начал существовать деловой совет, она требует каких-то адаптивных изменений. Поэтому, конечно, мы принимаем на своих заседаниях правления делового совета решения, которые, во-первых, позволяют создавать площадки, которые мы называем объединенные центры делового сотрудничества при секретаре АТИШОС. Это как раз те точки сбора и информации, и предоставления информации, и развития проектов, которые есть, ну, мы считаем, должны быть в каждом регионе. То есть это, конечно, решение страны, но это как минимум вот по федеральным округам, по большим, они должны быть в России. Очень большой интерес к этой структуре проявлено со стороны китайских наших партнеров, индийских партнеров, казахских и киргизских, которые хотят создавать такие же точки взаимодействия между странами, членами организации. Это, конечно, разработка систем расчетно-финансового обеспечения, потому что бизнесу конкретно нужно получать деньги за предоставленные услуги или предоставленные товары. И вот эти вот все высокие, так скажем, тренды, они затрудняют движение, но бизнес находит свою дорогу, и мы действительно предоставляем им такую возможность. И это вопрос, естественно, развития цифровизации в различных сферах. Потому что чем характеризуется шоссе? Это огромная территория. А на огромной территории важна скорость. Скорость при движении, скорость принятия решения, скорость получения обратной реакции. И вот как раз этот тренд, он очень важен для делового совета. И мы как раз занимаемся именно развитием вот этих системы коммуникации, которые позволяют решать эти проблемы очень быстро. Спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, спасибо. Ну а я напомню, что гостем нашей студии сегодня был Сергей Канавский, исполнительный директор делового совета ШОС. Оставайтесь, наверное, пока не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok